Продолжение следует... Подвижек в этом плане нет на текущий момент и не все этим довольны. Например, если дома есть возможность подзарядить смартфон, но в дороге, к сожалению, такой возможности у нас нет. И именно здесь приходят у нас в помощь или пауэрбанки, или подобные смартфоны с двумя аккумуляторами. То есть когда можно заменить оперативный аккумулятор или, например, установить аккумулятор с большей мощностью, когда вам требуется большее время автономной работы. Вот. Поставляет смартфон в такой вот упаковочке. Стоит он на текущий момент 9900 рублей. Примерно подешевел на 3000 рублей за 3-4 месяца с момента старта продаж. Стоимость сейчас адекватна и вполне интересна. На экране упаковки размещена силуэт смартфона с основными данными по характеристикам. На обратной стороне название модели и, собственно, все, что есть на этой упаковке. В комплекте у нас есть наушники, есть, естественно, USB и microUSB кабель, есть у нас защитная пленка на экран, есть техническая характеристика и гарантийный талон от компании Lobis, есть сетевой адаптер с USB портом и есть аккумулятор. Вот этот аккумулятор у нас основной, он идет на телефоне по умолчанию, это 2000 мАч. К нему идет крышечка отдельно. И сейчас на телефон установлен аккумулятор побольше, на 4000 мАч, и вторая крышечка, она потолще. То есть мы взяли максимальный аккумулятор, чтобы посмотреть, на что способен этот телефон при полной сборке и полной комплектации. Что можно сказать по габаритам? С одним аккумулятором на 2000 мАч смартфон будет на 73 на 43 и 9 мм, то есть относительно тоненький. С аккумулятором на 4000 мАч толщина подрастает до 13 мм, то есть примерно на 50% смартфон становится толще. Мне кажется, это не так критично, то есть если мы куда-то ездим и отдыхаем, берем самую более полную крышку. По массе на 2000 мАч у нас 156 грамм, и на 4000 мАч 204 грамма весит на смартфон. То есть, как я говорил, это 2000 и 4000 мАч. Что по начинке? Установлен процессор Mediatek 6589T, эта модификация у нас идет разогнанная вместо 1200 гигагерц идет 1500 гигагерц. Производительность у этого процессора достаточна для воспроизведения игр и сложных приложений. Единственное, что будут, наверное, проседать игры в Real Racing, то есть там надо будет ставить низкие настройки. Но это, скорее, связано даже не с процессором, а с используемой графикой. Здесь используется PowerWare SGX544, к сожалению, производители не так охотно оптимизируют игры под эту графику, хотя графика хорошая. Преимуществами этого процессора является низкий уровень энергопотребления. То есть мы здесь берем, во-первых, аккумулятор большой емкости, во-вторых, у нас есть процессор с низким уровнем энергопотребления и получаем длительное время автономной работы. То есть хватает смартфона на два дня средней эксплуатации, то есть фактически в два раза дольше, чем на обычный смартфон. К сожалению, здесь играет свою роль, конечно, и оптимизация, то есть High Screen не так щепетильно отнесся к оптимизации именно Android, но думаю, что выжать еще немножко, конечно, можно было. Но, возможно, то есть это судить стоит все-таки инженерам, как мне кажется, у конкурентов ситуация не лучше. То есть здесь установлен чисто Android с минимумом мешатель стороны производителя и используется IPS-дисплей на 5 дюймов. То есть все как у флагманов. Разрешение Full HD, отличные углы обзора, хорошая цветопередача, хороший уровень максимальной яркости, картинка сочная, никаких артефактов и пикселизации, естественно, Paint Tile не наблюдается. По памяти. Здесь 1 гигабайт оперативной памяти и, к сожалению, только 4 гигабайта для хранения данных. Вот это является основным таким минусом этого смартфона, то есть малый объем для хранения данных. По умолчанию смартфон не может устанавливать программы во внутреннюю память, он требует у нас установки карты памяти. Без карты памяти вы не обойдетесь, 4 гигабайта у вас заполнится буквально по элементам. Здесь снизу у нас 3 сенсорные кнопки с белой подсветочкой, с этой стороны качелька громкости тактильно ощущается, с этой стороны сверху у нас кнопка включения, и micro USB, и аудиоразъем. Собственно, все, остальные грани пустые. С задней крышкой с покрытием Soft Touch доступны 2 версии на российском рынке, это белая и черная. Мне кажется, черная именно в случае этого смартфона смотрится интереснее, чем белая. В целом же корпус выполнен в классическом таком форм-факторе, по что можно еще отметить, здесь установлена 8-мегапиксельная камера, давайте попробуем ее запустим. Снимки получаются, не сказать, что супер, но вполне неплохо для смартфона, то есть на обратной стороне у нас имеется вспышка и камера. Основная камера, ну в смысле дополнительная для видеосвязи 2 мегапикселя, селфи вы тоже сделать сможете. Давайте посмотрим на результаты синтетических тестов, в андоту-тесте с аккумулятором на 2000, почему-то у нас выдало ошибку, но был здесь у нас реализован 945, то есть 945 действительно здесь у нас есть. По андоту-бенчмарку производительность, сейчас мы запустим, 14322 балла, не так плохо, с учетом того, что здесь второй у нас Full HD дисплей, но здесь все-таки процесс разнорный. По 3D-марку 2723 и 2353 второй тест, и еще один тест, это Velamo, здесь у нас будет 1526 и 503 балла. Рекордовый смартфон не ставит, все-таки это бюджетный смартфон, но этой производительности достаточно для комфортной работы и даже игр. Сейчас мы запустим игру в GTA 3 и посмотрим, как все это дело работает. Меня лично удовлетворил уровень производительности. То есть в обычные дни можно установить аккумулятор на 2000 мАч, мы получаем тоненький смартфон на 9 мм. В остальные дни мы можем поставить аккумулятор с полной батареечкой и в ущерб удобства получить смартфон с длительным временем автономной работы. Все работает плавно, лагов и зависаний у нас нет. По программам, здесь установлен минимум программ со стороны производителя, то есть это программы, которые от андроиды идут, и ряд программ, именно которые установил HiScreen. Каких специализированных софтов у нас нет, фирменного софта также здесь нет. Вот такой получился смартфон HiScreen Alpha Air. Смартфон интересный. Довольно интересное предложение на бюджетном сегменте. Смартфон получает награду хит-выбор редакции Megazor.com. Важаю, благодарю за внимание, подписывайтесь на наш канал. Перед еще много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok